Техническое переоборудование, новые проекты и обновления уже полюбившихся программ. Национальная вещательная компания САХА вступает в 53-й телевизионный сезон. О том, чем порадуют зрители и коллеги по цеху в этом году, расскажет наш корреспондент Павел Танин. Главным новшеством телекомпании в этом сезоне, без сомнения, станет техническое, что называется, перевооружение. Оснащение новым оборудованием началось еще весной в преддверии игр «Дети Азии». Трансляции должны были соответствовать стандартам центральных каналов. Работы завершили в срок, и теперь все три телеканала компании – НВК САХА, САХА-24 и Мамонт – вещают в формате HD. У нас появилась система архивирования и видеопроизводства – это система АВИД. Это практически самая первая система нелинейного производства, которая была только в мире создана, и она постоянно совершенствовалась. И теперь, наконец-то, она появилась у нас. Программным пакетом АВИД, к слову, пользуются большинство телеканалов мира, в том числе передовые. Новые сюжеты на этой программе теперь будут делать и корреспонденты, полюбившиеся и знакомые каждому якутянину утренней передачи «Новый день». Изменится у программы и формат. Появились новые рубрики, живые, когда корреспондент работает прямо в прямом эфире утром. Все афиши, все программы, которые на мероприятиях обычно программы уже выходят. А сейчас корреспонденты их освещают уже в прямом эфире по утрам. Добавим, что в новом телесезоне «Доброе утро» телезрителям будут желать пары ведущих, а не один, как это было последние несколько лет. А вот за этой дверью расположилась совершенно новая редакция нашего телеканала. Название ей еще пока не придумали, но уже известно, какой контент и какие телепрограммы они представят вам, дорогие телезрители. И прямо сейчас мы предлагаем вам узнать, что же это будет. 8 октября, в день рождения якутского телевидения, стартует новый проект, исторический, познавательный, под названием «Хранители времени». У новой редакции уже появился и свой талисман – калаш из первых фотографий Якутска. Мы поняли, что она оказалась пророческой, потому что первый фильм, который выйдет в эфир 8 октября, будет посвящен первым фотографам. Добавим, что в новом сезоне, спустя полутора годовой перерыв, на экране вернется социальное шоу «Один из нас» с Дмитрием Оргуновым. И не стоит забывать, что телезрители снова смогут наблюдать за музыкальным проектом «Санайре». Павел Танин, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова